Дорогие друзья, мы буквально на прошлой неделе с вами обсуждали вопрос комплексной застройки микрорайонов. Речь идет о недопустимости строительства жилья без социальной сферы, без школы, поликлиники, садика. Обсуждение получилось резонансным. Застройщики, о которых шла речь, обратились ко мне с письмом, я с ним ознакомился. Как ни парадоксально, мы считали изначально, что именно застройщики заинтересованы в том, чтобы рассчитываться жильем. Оказалось, что это условие им поставили околоправительственные структуры, которые занимаются вопросами инвестиций, занимаются вопросами застройки территории города. Застройщики считают, что они могли бы, и это никак не повлияет на стоимость квадратного метра, строить школы, поликлиники, детские сады. Все зависит от того, насколько масштабен инвестиционный проект, и вот в рамках тех 20%, которые они предоставляют в виде жилья городу, возможно вести параллельно строительство социальной сферы. В этой связи мною дано поручение Комитету по безопасности и противодействию коррупции направить обращение в правоохранительные органы для того, чтобы изучить договора, изучить, как строится работа околоправительственных структур, изучить аффилированность этих структур с другими структурами, которые на рынке занимаются продажей жилья. И в случае, если нарушен закон, чтобы дальше начались процессуальные действия по отношению к тем структурам, которые должны были защищать интересы города, горожан и делать все для того, чтобы эти контракты были выгодны для государства и защищали интересы государства. Мы сегодня видим, что с одной стороны строится жилье, с другой стороны не строится социальная сфера. Как пример, который привели застройщики в своем письме, они считают, что даже при условии, что частично выполнен инвестконтракт по 11 микрорайону, они все равно смогут параллельно построить еще и школу. Вот такие подходы было бы правильно рассмотреть с тем, чтобы в будущем не допустить ситуации, как Выволгина, Ласточкина на звезде, да и на том же саде, когда людей бросают практически жить на пустырь, и потом они вынуждены годами думать о том, как они поведут ребятишек в садик, куда пойдут их дети в школу, ну и, конечно, где медицинские услуги будут оказываться. Мы с вами должны сделать все для того, чтобы прекратить вот эту порочную практику.